Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня на библейском портале экзегет мы читаем третью главу Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит Иоанн Креститель это последний из пророков Ветхого Завета, как его часто называют. Он находится в конце длинного ряда пророков, которые предвещали приход Мессии. Они предвещали, а Иоанн его лично встретил. Он завершает этот длинный ряд. И он проповедует в пустыне Иудейской и говорит Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что такое Царство Небесное? Что такое покаяться? Но обычно в нашем обычном разговорном языке мы используем слово покаяться в значении признать какие-то свои плохие поступки, попросить прощения. Этот смысл в слове покаяния, конечно, есть, но само слово шире. Покаяние, это по-гречески метаноя, буквально значит перемен ума, передумать. Изменить свои представления о мире, изменить свои взгляды на мир, изменить те основания, на которых мы принимаем наши важные жизненные решения. Покаяться, это значит переменить, переменить свое мышление, переменить свою жизнь. Не просто пожалеть о каких-то отдельных плохих поступках, но именно переменить свою жизнь, построить ее на другом основании. Ибо приблизилось Царство Небесное. Мы иногда воспринимаем Царство Небесное в значении загробный мир. На самом деле, речь идет несколько о другом. Царство Божие или Царство Небесное, это на самом деле одно и то же, просто люди избегали говорить Бог, чтобы не употребить имя Божие в свое, это владычество правления Бога. То есть Царство Божие, это вот та реальность, где правит Бог. И это Царство предвещается неоднократно в Ветхом Завете, где говорится о том Царстве мира, гармонии, когда земля будет исполнена ведением Господа, как воды наполняют море, где не будут делать уже зла и вреда, и где даже хищные животные будут мирно пастись с домашними. Царство – это реальность владычества Бога, и это Царство приблизилось. Бог установит свое Царство, Бог победит силы греха и зла. И покаяться следует для того, чтобы приготовиться к тому, чтобы стать подданным этого Царства, войти в него. Покаяться – это значит признать Бога своим Царем. Если до покаяния человек живет, признавая над собой какие-то другие власти, или живет по своей собственной воле, то покаяться – это значит признать Бога своим Царем. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, к вас, вопиющая в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези ему». И если мы обратимся к этому пророчеству Исаия, то оно говорит о том, что всякий холм допонизится и так далее, и узрит всякая плоть спасения Божия. То есть явится спасение Божие. Иоанн говорит о том, что Бог приходит для того, чтобы спасти свой народ. «Сам же Иоанн имел одежду изерблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и все иудеи, и вся окрестность орданская выходили к нему и крестились от него в Ордане, исповедуя грехи свои». Иоанн был строгим аскетом, который подвергал себя различным суровым ограничениям для того, чтобы посвятить себя Богу. И люди с доверием относились к его словам, потому что видели, какую строгую аскетическую жизнь он ведет. «Люди выходили к нему и крестились в Ордане, исповедуя грехи свои». Речь не идет еще о новозаветном крещении, которое свершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Само слово «баптизмо» значит «погружать». Люди погружались в воду в знак своего намерения и желания омыться от греха и начать новую жизнь. Они исповедовали грехи свои, желая получить отпущение грехов. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный подпокаяние и не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущие за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Кто такие фарисеи и саддукеи? Фарисеи, то есть по-еврейски перуши, это люди отделенные, само слово значит отделенные. Фарисеи были людьми, которые старались посвятить себя тщательному соблюдению закона Моисеева. Мы привыкли к тому, что фарисеи в нашем языке это синоним лицемера, это синоним такого плохого человека. На самом деле не все фарисеи были лицемерами, не все они были плохими людьми. Это были именно такие религиозные специалисты, люди, которые посвятили себя тщательнейшему соблюдению закона. И беда была в том, что такая приверженность закону, она может сделать человека гордым, надменным и превозносящимся своей предполагаемой правильностью. И поэтому Иоанн Креститель сурово обличает фарисеев и говорит им порождение ехидны, то есть змеи на отроде буквально. Ехидна это змея такая. Саддукеи это представители другой группы внутри иудаизма. Это люди, которые концентрировались вокруг храма, это были жрецы внутри этого храма, и между ними существовало существенное различие. Фарисеи были, у них было такое обширное, мы бы сейчас сказали, священное предание. Они верили в воскресение мертвых, они верили в жизнь после смерти. Саддукеи не верили, они считали, что все богословения, которых следует ожидать от Бога, они относятся к этому миру. То есть между ними была существенная разница, но тем и другим Иоанн Креститель говорит, что вы порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть они должны признать, что их религиозность, она их не спасает. Сотворите достойный плод покаяния. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Авраам это отец веры и это прародитель еврейского народа. И здесь Иоанн Креститель высказывает мысль, которая появляется в других местах Священного Писания, что сама по себе принадлежность Божьему народу она не спасает. Спасает сознательное обращение к Богу. Сейчас большинство, я думаю, наших сограждан скажет о себе, что они люди православные. Ну, русские люди, мы традиционно православный народ, и люди скажут о себе, что они православные. Точно так же, как в то время иудеи сказали бы, что у нас отец Авраам, мы потомки Авраама. Но мы понимаем, что когда человек просто при разных социологических опросах говорит о себе, я православный, из этого не следует, что он как-то интересуется вообще церковью, вечным спасением, что заповеди Божьи как-то влияют на его поведение, что он даже вообще в курсе, о чем эти заповеди. И такому человеку, конечно, Иоанн Креститель сказал бы, что нет, он не является перед Богом еще православным. Несколько другое требуется. Требуется сотворить достойный плод покаяния. Но поскольку он обращается к своим современникам и соплеменникам, он говорит, не думайте, говорите, отец у нас Авраам. Потому что люди думали, что раз мы принадлежим к Божьему народу, раз мы потомки Авраама, то мы уже у Бога на хорошем счету. И Иоанн Креститель говорит, Бог из камней сих может воздвигнуть детей Авраама. В арамейском языке, на котором, очевидно, первоначально проповедовал Иоанн Креститель, это будет рифма, там слово камень и сын рифмуется. Но вообще камень это один из образов язычников, которые бесплодные, которые глухие к Слову Божьему. И это пророчество о том, что язычники обратятся к Богу. «Уже из секира при корне деревь лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Образ дерева, которое должно приносить плод, или образ виноградника, каких-то насаждений, которые должны приносить плоды, он встречается уже в Ветхом Завете, и он указывает на людей, на народы, особенно на его духовных вождей, которые должны приносить Богу плод праведности. Но вот не приводят, не приносят, и это навлекает на них Божий гнев. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым огнем. Лопатой его в руке, его он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, соломы сожжет огнем неугасимым». Иоанн Креститель предвещает, что вот сейчас, вот уже вот-вот, должен прийти Мессия, который его бесконечно превосходит, и он будет крестить вас Духом Святым и огнем, то есть будет погружать вас в Святой Дух и в огонь. Огонь – это один из символов Святого Духа, и мы читаем в апостольских деяниях, что при Пятидесятнице Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков. Что касается лопаты, то это был очень понятный в то время образ, когда люди собирали пшеницу и обмолачивали, там вперемешку были, собственно, зерна, и вот те соломы, те части колосьев, которые попадали в весь собранный материал. Надо было как-то отделить одно от другого, и люди вели, то есть они подбрасывали на ветру лопатой зерно, ветер уносил эту солому, зерно как более тяжелое, оно отделялось, его можно было таким образом как-то очистить, и это используется в качестве образа Божьего суда, когда зерно, которое должно прийти в житницу, оно отделяется, а солома выбрасывается. И суд Божий, он разделяет людей на тех, кто обратился к Богу, и на тех, кто отвергся Его. И суд в Священном Писании имеет несколько измерений. С одной стороны, это событие, которое произойдет в конце времен, и оно, несомненно, произойдет. С другой стороны, это событие, которое происходит прямо сейчас. Человек оказывается по ту или другую сторону, так или иначе реагируя на Иисуса Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иорданке, и Анну крестится от Него. И Анжел удерживал Его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на Него. И все глаз небес глаголищей, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И вот среди всех этих грешников, среди всех этих людей, которые сознают, что они согрешили, и ищут прощения, к Иоанну приходит Иисус. И Иоанн, прозревая, что он имеет дело с Мессией, удерживает Его и говорит, мне надо накреститься от Тебя, Ты ли приходишь ко Мне? Иоанн этим поражен, он не понимает, что это значит, но Иисус сказал ему в ответ, оставьте перепад, так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. Крещение – это момент выхода Господа на общественное служение. До этого Господь в течение 30 лет ведет тихую и незаметную жизнь ремесленника. Он зарабатывает себе на хлеб трудом в своих рук, и его жизнь мало отличается от жизни обычных простых работяг. Для многих людей вот эта мысль о том, что Иисус до своего выхода на общественное служение жил тихой и незаметной жизнью ремесленника, служит напоминанием о том, что и в этой жизни присутствует Бог. Даже когда человек не ходит по городам и весям, проповедуя Слово Божие, а просто тихо делает свою работу, он в этом может подражать Господу Иисусу Христу, потому что в его жизни был долгий период, когда он просто занимался своей работой. Только потом он вышел на проповедь. Христос отождествляет себя с этими грешными людьми, он к ним присоединяется. Они сходят в эти воды реки, чтобы символически омыться от греха. И Христос сходит в эту воду для того, чтобы символически обозначить свое намерение принять этот грех на себя. «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сия отверзли с Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И сия глаз небес глаголющий, сия и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое Боговоление». Мы видим здесь все три лица Троицы. Иисус Сын Божий, Святой Дух является в образе голубя, и Бог Отец свидетельствует о Себе глазом с неба. И Отец говорит, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое Боговоление». То есть Отец свидетельствует о том, что это действительно Мессия, это тот, кого Он избрал. И дальше Евангелие повествует о том, что происходит, собственно, в ходе этого общественного служения, на которое Господь Иисус сейчас выходит. Но об этом уже в следующей главе. А пока мы читали третью главу Евангелия от Матфея на библейском портале «Экзегет». Продолжение следует...